Господь, Господь, у Тей России открой неведомый конец. Твой первый храм был храм Софии, Твоей премудрости венец. Но дух сошёл в темницу плоти, И в ней доселе не потух. В языческом водовороте Блуждает оскорблённый дух. И восходила стать крылатой, Землёй ускорбленная плоть. И больший брат восстал на браха, Чтоб умереть и побороть. И мы одни в огне и дыме, Не утоляющего зла. И всё больней, и всё нестерпимей Звучат Твои колокола. Господь, Господь, наш путь неправый. В глазах любовь, в ладони нож. Но облик наш двойной, мукавый. Весь до глубин лишь ты поймёшь. В тебе, в тебе спасенье наше. В последней битве ты, а вот. В твоих руках святая чаша, Где каждый с миром подойдёт. Да осветится это место, Где попирали дух и плоть. Россия, скорбная невеста, Её возьмёт один Господь. И станут светлыми глубины Её заворожённых рек. И ветви горькие рябины, И на полях весенний снег. Преображённые, другие. Пойдём за ним, не помня зла, Когда к небесной литургии Нас призовут колокола. Воскресный, ничем не примечательный день в институте. И тут впервые в жизни я слышу треск, Вскоре ставший для меня Таким привычные. Пулемётные очереди. Пули, как град, отскакивают от стен. Нас поспешно выводят в коридоры, Через высокие окна, Выходящие на фонтанку. Я слышу рёк, Крики толпы, конский топот. В крайнем возбуждении нас усаживают за парты, И классная дама пытается нам что-то объяснить. Впервые входят в наш лексикон Неслыханные ранее слова. Бон. Революция. Нам приходилось как-то жить. Решло страдать всё, что мы имеем. Драгоценности, прелестные платья матери. Люди, приходивши покупать, давали мизерную цену. Особенно за платье, потому что кому же сейчас нужны эти вещи? Мрак, страх и разлука были повсюду. Люди не могли думать ни о чём, кроме как раздобыть муку, хлеб или картошку. О таких вещах, как масло, яйца или сахар забыли. Бедные. Бедные, многостраданные в России. Вскоре одна за одной стали приезжать матери-воспитанницы забирать своих дочерей. И вот мы вышли на набережную фонтанки из института и оказались нервно возбуждённой, крайне неуверенной себе столицей. Я не узнавала петроградских улиц. Везде расхаживали размозгланные солдаты, люди в картузах, спешили прохожие в гражданских платьях. И ещё одна нереда. Очередь перед булочными и молочными лавками. Свобода повернулась к нам другой своей стороной. Беспорядка. День за днём мы жили в надежде, которую сейчас трудно представить, что всё ещё может обернуться к лучшему. Граждане четвёртой категории будут получать полфунта хлеба в день. И фунт картошки в неделю. В республике уже больше полутора миллиона человек, заболевших сыпным тифом. На Западе бушуют волны революции. Деникин несёт цепи голодного рабства. С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует бесчеловечный, безумный террор. Беззащитный пролетариат отдан озверевшим бандам на разграбление. Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционных гадов на фронте и в тылу. Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи. Шпионов, изменников, трусов, шкурников. Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять с заложника. Шапки, меховые шапки, тёплые, недорого. Меняю спички на хлеб, пальто. Меховые шапки, зимнее шапки, недорого, зимнее пальто. Шапки, не слыхали, чё говорят-то? Чё будет-то? Чё будет-то и будет. Это они вот всё, преступников из тюрьмы понавыпускали. Вот они нами и управляют. А их не надо было выпускать, их надо было сразу из поганого ружья перестрелять всех. Перестрелять. Ишь ты, заголосила. Да ты смотри, как бы тебя не перестреляли. А коли уж перестреляют, значит, так и надо было. Ого, ты побойся. Не говори такого. Видишь, пролетарий. Народ теперь как скотина без пастуха. Ага. Всё перегладит, самого себя погубит. Всё перегладит. Но так-то положение-то улучшается. Ай да. А? Далее чё шла по Фурштадской, мимо Барского дома. И чё? Ставни-то старые убирают. Убирают? Новые дешевые. Стало быть, господа вернутся. В них вернутся, зуб даю вернутся. И всё этим ладится. Ага. А вот. Эти большевики, в сущности, скрытые монархисты. Они только выступают под другим умениям, чтобы скрыть свои цели. Да? Да. Гражданочка, купите. Чё там у тебя? А, ну мне надо. Как вы можете, это же образ. Знаем. Видали во Владимире. Взял маляр доску. Намазал на ней. Вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама. После этого я с вами и говорить не желаю. Да и не говори. У вас теперь, конечно, ничего не осталось. Ни Бога не осталось. Да, не осталось. Вы её так людей расстреливаете. Ишь ты. А как ты триста лет расстреливала? Да ты. Пусти, глянь. Пусти. Последняя. Отдай. Да что б тебя, пусть ты проклят? Пусти, ты проклят. Разворачивайтесь в марше. Словесное место, Кляузи. Тише, ораторы. Ваше слово, товарищ Маузя. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним. Левой. 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 Взгляд ли померкнет, орли. Старая станет пялиться. Грепи. У мира на горле пролетариата. Пальцы. Грудью вперёд. Бравой. Флагами неба оклеивай. Кто там шагает правой. Левой. 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 В мире тогда ещё произошло нечто невообразимое. Брошено на полный произвол судьбы. И не в какое-то время, а во время величайшей мировой войны. Величайшая на земле страна. Где вдруг громадная, веками налаженная жизнь обрушилась. Вступила недоумённое существование. Беспричинная праздность. Противоестественная свобода от силы. Чем живо человеческое общество. Пешком. Лошади у меня больше не было. Ходила я иногда в деревню. Каждый приглашал меня зайти в избу. И вслед за матерью я начала взывать добрым чувством у крестьян. Так или иначе, но выреживание не особо-то и жало. Однако, где подушка? Где ваза? Где чашка или чайник? Или из нашего дома? Некоторые извинялись. Говорили, когда всё успокоится, мы вам вернём. А пока у нас целее будет. Всё-таки я находилась в знакомом мне мире. И чувствовала себя внутринуждённым, как среди друзей. Мы тепло смотрели на меня. Толстая графина иногда по-матерински Сограла меня внутрям. Все вокруг вздыхали. Дняшки. Дняшки. В какое время жить-то приходится. Что вы плачете здесь, одинокая пикная, деточка? По краинам распятая в мокрых бульварах Москвы Вашу детскую шейку едва прикрывает горжеточка. Облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. У вас уже отравили осенние следы бульварные. Я знаю, что крикнув, вы можете спрыгнуть сна. И когда вы умрёте на этой церкви, кошмарная, Ваш сиреневый трупик окутается. Булуп кое kill Прок Då Субт И теперь комнаты у нас добрали, столовую, гостиную. В одну из них ехал красноармеец, его хорошо снабжали топливым разумом и вкусностями. Однажды, когда я пыталась приготовить что-то из того жалкого, что удалось найти, он сказал мне, «Ваши глаза были в непокое. Я все время думаю о вас. Приходите ко мне сегодня ночью, и у вас будет все, что вы захотите». Я промолчала. К тому времени я уже все понимала. Я молча старалась избегать его, но это отдавалось с трудом. У нас была общая комната в гостине. За какой-то проступок его посадили в тюрьму. Его комната стояла пустой и запертой. Однажды, когда я готовила блюдо из канины, в нашу комнату постучали. И зашел наш бедный солдат. Бледный, истощенный, половина тоньше, чем раньше, и совершенно изменившийся. Он рассказал, что болел цифром, а сейчас выпущен из тюрьмы. Я предложила ему порцию того, что готовила. Я видела, какой был один. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обвинение против вас вполне серьезное. Теперь мы знаем ваше отношение к нашему государству, где все люди счастливы и обладают наивысшей в мире свободой. Что вы скажете на обвинение против вас в том, что при попытке устроиться на работу вы пытались дать взятку в размере крупной суммы, а также десяти красных шерстяных шарей? Я никогда никаких взяток не давала. Давай показания! Сейчас вы отнекиваетесь и пытаетесь уйти от ответа. Пожалуйста, это ваше дело. Но если вы и дальше продолжите мешать следствию, то я не смогу отвечать за вашу безопасность. Каню, вы поймете в том, что я не совершала! Хорошо. Возможно, вы этого не делали. Такую крупную сумму денег на тот момент вы дать не могли. И шарей было положено не десять, а пять. Признайтесь, Дейна, дайте показания, и мы вас отпустим. Я не давала никаких взяток, ни денег, ни шарей. Я не так воспитана, что был гайк. Я вижу, что вы как ничего и не поняли. Возвращайтесь к себе в камеру. Через несколько часов я к вам вернусь. Рано или поздно это закончится, так или иначе. Уведите ее. Мы хотели бы с вами сотрудничать. Если вы согласитесь регулярно докладывать нам о том, что происходит в британском посольстве, а также какие там ведутся разговоры, то уже на следующий день мы могли бы вас освободить. Я надеюсь, вы не возражаете? Я бы не возражала, если бы не была так занята. У меня очень много работы дома. Я понимаю, молодая мать, у нее всегда полно дел, домохозяйка. Но вы ведь всегда мощите в ремете какой-нибудь другой деятельности. Какой деятельности? Я же говорила вам, я очень занятая женщина. Пожалуйста, не торопитесь, так. У меня есть еще пара вопросов, которые я хотел бы вам задать. Мне интересно узнать некоторые ваши взгляды. Какие взгляды? Да ваши взгляды на жизнь, политическую ситуацию и так далее. Я не интересуюсь, никогда не интересовалась политикой. Я только мать и жена, и это все. Этот бесполезный разговор длился и длился, и не прекращался. Было уже запомночь. Я понимала, что моя маленькая Валентина уже проснулась и проголодалась, а я здесь. Кто эти люди? Кто дал им право вторгаться в наши жизни таким образом? Что они хотят от нас? Так чего же вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поставили свое имя вот на этой бумажке. Только и всего поставьте свою подпись. Я же говорила вам, я не создана быть шпионом, я не так воспитанна. Хорошо, но положено. Вы столкнетесь с нашим врагом. Каково будет ваше отношение к этому? Я не знаю. Я никогда раньше с этим не сталкивалась. Прошу, пожалуйста, отпустите меня. Я лояльна. Что еще вам нужно? Этого достаточно. Оставьте свою подпись. Вот здесь. Можно отпраздновать. Нашего полку прибыло. Я проплакала всю дорогу домой. Я проплакала всю дорогу. Среди живых у меня странное ощущение, как будто бы я нахожусь уже не с ними, и как будто смотрю на них и на себя сквозь какое-то другое измерение. Вот как вам рассказать, что я всю жизнь любил революцию, партию, революцию. Это была моя страсть, моя любовь. Сын у меня родился в 27-м году. Назвали Октябрем. В честь 10-й годовщины Великого Октября. Тогда ведь какие идеалы были? Чистейшие идеалы. Светлые. И люди были светлые. Таких уже больше никогда не будет людей. Вдруг вспомнилось, как жена сшила себе платье на свадьбу из марли. Я был ранен и тоже весь в марли, в бинтах. 21-й год, кругом эпидемии, голод, тиф. А мы все равно счастливые. Живем в великое время. Служим революции. Нет. Наша жизнь — это был полет. Вот вы говорите, что мы верили в утопию. Но мы искренне верили в эту утопию. Мы были загипнотизированы, как молнией, как северным сиянием. Мы свой новый мир построим. Полуголодные, полуграмотные, молодые. Из таких легко получались идеалисты и мечтатели. Человека не было. Был кулак, империалист, бедняк, пролетарий, буржуй. Убитого жалели. Ну, если он был пролетарием, как-то мимоходом, на ходу, на марш. Шла гражданская война. Странно. Я думал, я этого не помнил. Как лежит белый офицер. Мальчишка, голый, с распоротым животом. Почему мне не было жалко этого мальчишку? Ну, да, ну, буржуй, белый. Но ведь все равно же, такой же, как я, мальчишка. Нет. По законам логики, по законам науки нас судить нельзя. Нас можно судить только по законам религии. А я не верующий. У меня только Ленин и есть. Если у меня отнять веру в Ленина, то что от меня останется? Что останется от моей юности? Что останется от моей жизни? Первого большевика я услышал в деревне. Это был молодой студент. Он выступал в солдатской шинели. Выступал возле церкви на площади. Сейчас одни ходят в сапогах, другие ходят в лаптях. А когда будет советская власть, все будут одинаковые. А это как одинаковые, кричат мужики? А это так, что ваши жены, матери и сестры будут ходить в шелковых платьях и носить туфельки на каблуках. Не будет ни богатых, ни бедных. Все будут равны. Всем будет хорошо. Моя мама наденет шелковое платье. Моя сестра будет носить туфельки на каблуках. Как можно было не влюбиться в эту мечту? За большевиками пошли бедные люди, неимущие. Их было больше. Первого красноармейца я увидел через год, в 18-м. К нам в деревню приехал продотряд забирать хлеб и кулаков. Кулаки хлеб отдавать не хотели, прятали и жгли. Я уже тогда был комсомольцем. Мне сказали, Красная армия голодает, Советы голодают, Ленин голодает. Ты должен помочь. Мне было 15 лет, я уверовал. Мы стали следить за теми, кто побогаче. Стали сторожить их. Ну и я и выследил, как наш сосед, дядька Семен, сжег хлеб в лесу. Утром показал то место. Земля еще теплая была. Хлебом пахнула. Привели дядьку Семена. Командир говорит, под трибунал. Никто не знал, что это за слово такое, трибунал. Объяснили скорость. Приговор один, расстрел. Вечером на телеге привезли дядьку Семена в лес и расстреляли. Прямо там, где все еще хлебом пахло. Мне было страшно. Я до этого никогда не видел, как расстреливают людей. Но Красная Армия голодает. Ленин голодает. Я был мальчишкой. Отряд уехал, и отец выгнал меня из дома. Он сказал, уходи, чтобы я ноги твои больше не видел в деревне. Иначе тебя убьют и нас вместе с тобой. Я уходил из деревни, мимо кладбища, где лежал дядька Семен. Первую жертву, которую я принес в войне на революцию, я офлакивал детскими слезами. Моя мама будет носить шелковое платье. Моя сестра будет ходить в туфельках на каблуках. Не только они. Все будут счастливы. Я любил революцию. Ведь какая красивая идея. Все будут братья, все будут равны. Вечная идея, бессмертная. Сначала я был леонидец, потом сталинец. Я верил всему, что говорил и делал Сталин. Великий вождь всех времен и народов. Сейчас я и сам не понимаю, почему я в это верил. Ночью, когда мы оставались одни, моя жена, она была инженер, говорила, что-то странное творится. У нас на заводе не осталось никого из старых спецов. Всех посадили. Это какая-то измена. Я говорю, ну, мы с тобой не виноваты. И нас не берут. А потом арестовали мою жену. Ушла в театр и не вернулась. Прихожу. Сын лежит на коврике вместе с котом за сруб. Ждал-ждал маму и уснул. Через несколько дней арестовали меня. Я три месяца провел в одиночке. Каменный мешок. Два шага в ширину, полтора в длину. Никогда не верьте, если вам говорят, что можно было выдержать руки. Любую бумажку принесут, и вы ее подпишите. Через полгода новый следователь. Мое дело отдали на пересмотр. И меня отпускают. Вот так вот, как лотерея. Сто проиграли, а один выиграл. И дальше играют. Но я тогда думал иначе. Нет, я думал, вот я не виноват. И меня отпустили, разобрались. Сына я нашел у чужих людей. Он боялся темноты, заикался. Мы стали жить вдвоем. Я пытался узнать хоть что-то о моей жене. И добивался восстановления в партии. То, что случилось с моей женой и со мной, это была просто большая, ужасная ошибка. Партия в этом не виновата. Ведь это наша вера. Это наша религия. А Бог, Бог, он не может быть виноват. Бог мудр. Десятки, десятки лет не помнил, как их гнали. Прикладами, палками. Гнали в холодные эшелоны. Зима, мороз. Открываю на станции вагон. В углу мужчина повесился. Мать качает маленького. Закрывай, говорит командир. Кулаков на колобу везут. Место расчищают. Им нет места в будущем. Закрывай. Будто сон. Будто знакомая станция. Помню. Помню, как называется. Забыл. Наша религия была будущей, которая так и не наступила. Я остался ему за душу. В уху. По сути. Поехища. Поехали. По сути.